Всем привет, ребята! С вами Распаковочка-Упаковочки, и мы продолжаем говорить про сериал Инквизитор, снятый в 2014 году. Вот, если не смотрели первую часть, то, пожалуйста, пройдите по ссылке, если вы посмотрели, и если вы сейчас находитесь на этой части, мне очень приятно, и мы продолжаем. Пятый пункт у меня идёт, это Генрих Карлович Штольц, его играет Андрей Смоляков, он играет олигарха местного. Что я могу сказать? Я бы тоже дала ему Оскар, потому что я, смотрите, поставила ему оценку 5 с плюсом, потому что он, во-первых, плюсы, смотрите какие, прекрасно играет, второй, он, соответственно, роли выглядят, это тоже немаловажно, и третий, он отменно вписывается по всем показателям, я даже это отдельно прям вынесла как плюс. Минусы, смотрите, никаких минусов я не отметила, кто-то заметил в комментариях, что, точнее, я не понимаю, как это можно так сказать, что, почему актёр не вставил себе зубы? Ребят, вы вообще как, ну, вот те люди, которые вот такие комментарии пишут, как вы вообще думаете, чем вы думаете, прежде чем такое говорить? Я была в шоке, потому что с зубами у актёра данного всё в порядке, и выглядит он отменно. Да, он немножко постарел, но, блин, не все мы молодые будем ходить, да, все мы постареем. Нет какого-то эликсира молодости, или он, наверное, не всем известен, да, все как-то стареют, кто-то больше, кто-то меньше. Но, блин, зубы, ребята, зубы отменные у героя, и дай бог всем такие иметь в таком возрасте. Поэтому, ребята, дизлайк всем, которые пишут такие комментарии. Простите меня, конечно, я просто в шоке от того комментария, когда я его вспомнила, я просто, ну, в бешенство прихожу. Потому что, ну, вот, смотришь на других, там, актёров или каких-то, ну, публичных людей, и вот эти вот виниры везде. Ребят, ну, виниры, дело не в дело, это вообще, это, во-первых, ну, опасно, больно. И, как я слушала одного, ну, даже не одного стоматолога, ну, одного я помню речь, который сказал, что они должны ставиться только по медицинским показаниям. А просто так, для красоты, лучше этого не делать. Ну, и, во-первых, мне кажется, это некрасиво. Виниры – это дизлайк. Только если по медицинским показаниям, то тогда, конечно же, лайк. Ну, смотрите, ребят, шестой у нас герой – это Станислав Юрьевич Крутецкий, это адвокат, советник Штольца. Его играет Виктор Вершбицкий. Я ему поставила здесь пять с минусом, посмотрите. Он здесь, плюсы его какие, да? Он хорошо подобран для этой роли. И всё, да? Ай, простите меня, простите, но вот почему-то плюсов больше никаких я не отметила. Минусы. Смотрите, малый реплик. У него не слишком, ну, не слишком ему здесь можно развернуться в сериале. Я прям, ну, расстроилась из-за этого. А второе – я не почувствовала Вершбицкого. То есть нашего великого Вершбицкого я здесь вообще не почувствовала. Как-то, знаете, не то, что он плохо играл, нет, он не плохо играл, просто он на фоне остальных как-то вот прям так, знаете, зашёл в тень, ну, потерялся. Вот. И меня это, конечно, немножко огорчило. Что ещё третье? Ну, это действительно, я могу здесь, мне кажется, придраться, потому что я просто как зритель оцениваю это всё именно вид героя, да? Что я бы хотела, чтобы видоизменить вот этот парик, который у Станислава Крутецкого, или сменить его вовсе. Потому что он какой-то такой, вот, знаете, вроде и подходит ему, да, а вроде и не очень. Вот. То ли я сделала чуть более, скажем так, длинные волосы, да, или наоборот чуть, ну, или вообще короткие. Ну, надо, кажучи, продумать образ побольше. Вот, я бы продумала, так скажем, да. Мы же оцениваем плюсы-минусы. Не буду же переснимать роль только из-за этого. Ой, точнее, сериал. Вот, седьмое, это, седьмое кто у нас? Георгий Тимофеевич Носков, это руководитель как раз Следственного комитета района, полковник юстиции. Его играет Борис Коморсин. Ну, я поставила пятёрку, потому что он плюсы, да, хорошо справился с ролью, мне понравилось, действительно понравилось, клёво. Вот, и минусы, ну, это чисто минусы к тем, кто производит кино, да. Я бы хотела, чтобы его выбрали на главную роль. Я так и написала, дайте актёру главную роль. Вот, в принципе, я бы хотела ему поставить пять с плюсом, но не знаю, почему-то я этого не сделала. Наверное, потому что жду его главной роли. Также у нас идёт восьмой камень. Это его сокращённое имя, имя героя Антона Каменева. Его играет Алексей Вертков. Потрясающая роль. Я написала, что оценка его пять с плюсом, я его так оценила. Это экспедитор, одноклассник и друг Берты. Вот что интересно написано, друг Берты. Но, может быть, всё-таки парень, написала я. Потому что он сам признаётся, что... Мне понравилась его реплика, что мы в грехе живём. Вот. То есть он всё это понимает, всё это и транслирует, описывает это. Потому что... Это, по-моему, когда героиня Дарьи Мороз говорит, что они хотят пожениться с Сэппе. По-моему, тогда, что ли. Вот я не помню, в какой момент. И вот, понимаете, запомнилось не место само, а именно, что говорил герой. Как он выглядел. То есть, ну, потрясающая роль, конечно. Супер. Смотрите. Играет отменно. Подходит по атмосфере. И вообще, хотелось бы видеть, да, больше фильмов с актёром. Я так и написала, да. Больше фильмов. Больше главных ролей. Мне очень понравился данный актёр. Вообще супер. Вот, как раз недавно читала про его жену. А его жена снималась, по-моему, в школе. Сериал «Школа». И играла то ли учительницу физики, то ли учительницу химии. Как-то так, короче. Вот. Ну, надо посмотреть. Я, честно, выборочный сериал вот тот смотрела. Чуть-чуть посмотрела. Мне кажется, даже не полностью. Вот. И вот такие вот дела. Следующий у нас кто? А, вот как раз его девушка. Это Берта Фреймане. Я думала, Фреймане. Я была в шоке, узнав об этом. Её играет Клавдия Коршунова. Она играет телохранителя Штольца. Вот такая вот у нас девушка-телохранитель. Потрясающе она, конечно, выглядит. Вот, смотрите, я так написала. Отлично выглядит. Отлично играет. Вписывается в фильм идеально. Это действительно так. Я просто восхищена данной актрисой. Минусы, смотрите, не очень поняла их роли с камнем. То есть я не поняла наличие. То есть понятно, что она играет телохранителя Штольца, да? Вот. Что они играют, парни с девушкой. Но непонятно вообще, к чему они там все. Ребят, простите. Вы мне очень понравились, но я не поняла, ну, почему вы здесь. Вот. А так, я вам даже, видите, пророчила новые роли. Потому что вы шикарные, ребята. Я так и написала. Может быть, я тупенькая, но я не понимаю. Вот. А еще мне понравилось, как она одета была. Офигенно просто. Такая девушка-амазонка. Супер. Так. Что у нас еще тут? Десятая. Точнее, кто у нас? Зинаида Сергеевна Шемякина. Это Надежда Маркина. Мне кажется, я неправильно держу телефон. Вдова председателя жилищной комиссии. Вот кто знал, что он председатель жилищной комиссии, этот Шемякин? Вот никто не знал. Я, например, не знала. Так. Она вписывается в роль. Смотрите, пять с плюсом я ей поставила. Если честно, я уже колебалась. Пять с плюсом или просто пять? Ну, не знаю. Вообще, интересная какая-то героиня. Что-то в ней есть. Точнее, актриса. Играет отменно. Вписывается в роль. Ну, и вот то, что что-то в ней есть, я вот это и отметила третьим пунктом. Смотрите, наверное, хотелось ее больше в кадре. Да, наверное, так. Хотелось как бы раскрыть персонажа. Вроде он и раскрыт уже, да, полностью, наверное. Но все-таки что-то не хватает. Потом. Исаак Райзман. Это одиннадцатый пункт. Дмитрий Астрахан. Хозяин детективного агентства. Пятерка. Ну, тоже не знала. Пять с плюсом или пять поставить. Ну, поставила пятерку. Плюсы какие? Подходит для роли. И хорошо играет. Минусы. Мало в кадре. Тоже захотелось в кадре. Ну, если Шемякиной было много, то Райзмана даже было поменьше. Ну, и, конечно же, у нас тут идет двенадцатый пункт. Это Варвара, Варя, Любовь Аксенова. Это Сестра Серебрянской. Потрясающее попадание в роль. Но есть свои минусы. Смотрите, поставила пять с плюсом. Пункты в плюсе. Смотрите, какие. Выглядит прекрасно. Играет отлично. Очень понравился стиль. Да, стиль выбран. Но это как бы вопрос, наверное, не к актрисе. Хотя, кто знает, да? Может быть, актриса что-то внесла какие-то свои, да? Что-то свое, видение, да? Роли. Потом минусы. Возраст героини тоже совсем непонятно, да? Школьница она, студентка она. Кто она вообще? Ну, вот. И благодаря этому имиджу тоже непонятно. И благодаря вообще ее поведению. Ну, то есть не поняла я немножко. И добавила бы с ней любовную линию. Она как бы там намечалась немножко, вот со Шмелем, да? По-моему, Шмель ее вызвали. Вот. Но как бы все равно непонятно, чем и как закончилась. Ну, закончилась-то, в принципе, понятно. Но непонятно, что было посередине, скажем так. Так. Так, и или прописала бы ее день и показала бы ее больше в этой роли. Да. Не хватило подробностей мне. Так. Тринадцатый пункт. Это Иван Лосев. Это Роман Мадьянов. Актер такой вот хороший есть. Генерал из вышестоящего органа. Бывший коллега Серебрянской и Герасченко. Да. Играет он отлично. Первый плюс. Второй плюс. Соответствует роли. Вот. Поставила я ему пятерку. Не знаю. Пять с плюсом или пять. Вот. Некоторые, конечно, актеры. Я вот колебалась. Что им поставить? Смотрите. Минус. Рассказала бы больше... Да. История их службы. Вместе с Серебрянской, с Герасченко. И второй пункт. Я добавила его бы в сюжетную линию. Но я не знаю, так она называется или нет. Как и про Варвару. Сделала бы больше его в кадре. Добавила бы подробностей. Да. Действительно. Мне бы вот этого хотелось увидеть на экране. Но этого не было. Четырнадцатый пункт. Алексей Михайлович Тимофеев. Это заместитель Герасченко. Капитан. Николай Козак. Поставил ему пятерку. Он вписывается в роль. Хорошо играет. И минус. Или его нет, или не нашла. Вот. Чего-чего. Но его роль я вообще, если честно, не очень поняла. Как бы вроде его роль должна быть. А вроде как-то и любовная линия у него пошла. В принципе, тоже неплохо. Но как-то я вот немножко... Его мне не хватило раскрытия, наверное. Вот как-то так, наверное. Сэппе Хаккинен. Это пятнадцатый пункт. У нас Никита Тезин играет данного героя. Следователя лейтенанта. Итак, пятерку я поставила герою. Актеру точнее. Пункты. Идеален для роли. Плюс. Играет хорошо. Плюс. И акцент идеален. Супер, короче. Ой, везде-везде идеален, идеален. Написала я в минусах то, что показалось мне, что он новичок. Ну, вот как актер, да. Но играет он хорошо. Еще бы практики. И вообще отлично. Даша такой судья тут сидит. Говорит кому как чего. Ну, это вот мои такие впечатления. Так. Дарья у нас. Шестнадцатый пункт. Вот моя тезка. Играет ее Полина Пушкарук. Потрясающая актриса, прислуга в доме Шемякиных. Потрясающая актриса, я говорю с точки зрения данной роли. Так я ее вообще не видела. В остальных фильмах хотелось бы посмотреть. Смотрите, идеальное попадание в роль. Отменная игра. Минусов никаких. Потом, семнадцатый пункт. Люсьен. Люся или Люсьена почему-то там стоит. Вадимовна на сайте. Вот. Ее играет Александра Большакова. Поставила пятерку. Отлично. Подобрана для роли. Хорошо играет. И минус. Не помню ее финального появления. Вот это действительно такое есть. Потом я вроде вспомнила. Думаю, это финал был. Нет, когда она утешает. Вот как раз Тимофеева. Потому что она сначала была невестой Ашота. Но Ашота не становится. Поэтому она влепляется в героя Тимофеева. И вот у них там кружится вот этот роман. Как я понимаю. Ну и следующее, то что я хотела бы сказать. Это то, что актеров ну очень много. У них очень легко запутаться. Героев точнее. И наверное все они играют просто шикарно. Я так и написала. Спасибо им. Перечислила здесь некоторых. Прошу прощения, что здесь не все актеры. Шмель Александр Голубев. Дамир Хусаинов. Виталий Коваленко. Тимур Максим Стоянов. Клавдия Махина. Анна Уколова. Валдис Фрейманис. Арнис Лицитис. Филин Сергей Легостаев. Бритва Алексей Кирсанов. Буряк Олег Ребров. Аксель Виктор Соловьев. Козлов Александр Голубков. Аркадий Сафронов. Андрей Межулис. Садырин Сергей Неудачин. Отец Игнатий Леонид Окунев. Герман Самсонов. Дмитрий Чеботарев. Валентина Осокина. Ирина Лазарева. Ян Богдан Берзиньш. Екатерина Курская. Маруся Круглова, наверное. Нет, наверное, все-таки Кримова. Маруся Кримова. Надеюсь, так. Если что, я поправлю. Зелененьким цветом я выбрала актеров тех, которые мне очень понравились, как играли. Вообще, мне понравились, конечно, все. Почему-то я не захотела всех отметить, потому что были какие-то плюсы и минусы, но вообще мне очень понравились. И те, которые я не указала здесь актеров, тоже понравились. Те, которых я отметила галочкой, они мне прям... Как-то я вот очень колебалась, но пока отметила их галочкой, не стала зеленым выделять, не знаю почему. Ну и, конечно же, хотелось бы сказать про место, где снимали данный сериал. Это город Выборг, Ленинградская область. Я сама с Ленинградской области, но про это место вообще практически не знаю. Слышала только в одной песне. Киборг едет в Выборг, и все. Очень атмосферное место. Вот я так и написала. Теперь хочу туда. Потому что, ну вот, я в своем-то городе в Луге особо, ну, не побывала после своего детства, да. Вот. Но очень хочется и Лугу повидать, вообще Ленинградскую область, и Выборг тоже в частности. И смотрите, написала еще несколько таких вот заметочек. Сценарист. Это Олег Егоров. Жанр. Детектив. Триллер. Композитор Юрий Патейенко, или Патейенко, не знаю. Длина серии 47 минут. И сюжетик. А мне понравилось, поэтому я его записала прямо. В 2014 году небольшой российский приграничный городок Мельберг, бывшая территория Финляндии, вошедшая в состав Советского Союза в 1944 году, потрясает зловещая череда убийств, похожих на казнь. Некто с жестокостью средневекового инквизитора отправляет на тот свет влиятельных людей, оставляя загадочные послания на латыни. Кто следующая жертва, инквизитор подсказывает сам. Но шансы на спасение не дает. Кажется, что инквизитор может предугадать каждый шаг следствия. Однако петербургский частный сыщик Наталья Серебрянская готова принять брошенный ей вызов.